Распространение компьютерного вируса WannaCry удалось остановить. Об этом менее часа назад сообщило агентство Associated Press со ссылкой на эксперта по компьютерной безопасности, которому удалось взломать код вредоносной программы. Сегодня же стала известна и прибыль создателей вируса. Им удалось заработать 70 тысяч долларов. Об этом заявил советник президента США по внутренней безопасности Том Боссард. По его словам, деньги перевели на счета злоумышленников пострадавшие пользователи. Судя по всему, основным замыслом преступников было получить как можно больше денег. Однако сейчас мы видим, что на счета злоумышленников поступило менее 70 тысяч долларов. Пока что нам трудно сказать, помогли ли эти платежи восстановить работу компьютеров. Сейчас для нас очень важно найти и привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за этот взлом. На данный момент по всему миру заблокировано около 200 тысяч компьютеров. Утром WannaCry атаковал пользователей в Азии. В Китае пострадали 40 тысяч компаний, в том числе государственная нефтегазовая PetroChina, а также крупные научно-исследовательские центры и университеты. Ранее были атакованы и компьютерные системы российского МВД, также Следственного комитета и оператора связи Мегафон. В общей сложности вирус-вымогатель поразил 150 стран мира. Во всех случаях на экранах компьютеров появлялась угроза уничтожить данные жесткого диска и требование заплатить 300 долларов биткоинами. Судя по последним данным Белого дома, заплатить вымогателям согласились по меньшей мере 230 пользователей. При этом эксперты по компьютерной безопасности до данного момента не могли найти способа остановить распространение вируса. Президент компании Microsoft заявил, что частично ответственность за масштабную кибератаку лежит на американском агентстве национальной безопасности. По словам Брэда Смита, ВНБ знали об уязвимости операционной системы Windows, но никого об этом не предупредили.